Всем привет! Сегодня в этом видео я хотела с вами поговорить о важной теме и приближении праздников. Как быть спокойным, не паниковать перед праздниками, когда нужно купить подарки всем, закончить все возможные дела на работе, в личной жизни и в других областях, написать цели на Новый год, закрыть все дедлайны и так далее. Я считаю, что это не конец жизни, это только начало, но почему-то мы, некоторые люди, действуем так, что все просто, у меня больше никогда не будет другого времени, чтобы закончить все, что я написал или написала. Нет, это просто новая цифра и новый месяц. И если вы не хотите праздновать вообще в большой компании, то не нужно. Не нужно вообще планировать так много всего, чтобы потом думать, зачем я это все сделала, и я себя больше нервов заработал и стресса. Если вам хочется просто лечь и ничего не делать, то, пожалуйста, и никто вас не будет винить, потому что это ваше решение, и нужно придерживаться его, если вы понимаете, что вам будет от этого хорошо. Главное, чтобы вам было приятно. Итак, вот несколько советов, как не сойти с ума в новогодние праздники. Первое. Нужно прослушиваться к себе и к своему телу. Оно покажет, когда идет что-то не так. Второе. Лучше подумайте, как бы вы действительно хотели провести свои выходные, праздники, и от чего вам будет хорошо, что приносит удовольствие. Не смотрите на других и просто загляните внутрь себя лучше. Третье. Позаботьтесь о своем теле. Алкоголь, курение, много вредной еды, вкусной даже иногда, порой, но вредной. Мы все это потребляем, но не понимаем, как оно влияет на наши эмоции, потому что наше тело и эмоции очень связаны. И сегодня мы едим все, что попадает на глаза, а завтра уже корим себя за какие-то болячки, либо лишний вес. Поэтому лучше подумать заранее и не наедаться очень сильно. Четвертое. Подумайте, сколько часов вы проводите перед экраном телефона, компьютера, ноутбука или телевизора. И сколько негативных мыслей у вас и у нас, у меня появляется, когда мы видим в соцсетях бесконечное количество красивых картинок и думаем, вот у них так красиво, вот у неё такая идеальная жизнь, или у него такая крутая тачка, вот у меня нет этого. Но я бы так этого хотел. И начинаем загонять себя в угол от этих мыслей. Но на самом деле некоторые люди совершенно не постят то, что у них действительно на душе, что они иногда страдают, плачут, или с ними происходят какие-то курьёзные случаи, от которых они теряют что-то, либо себя теряют. Но они этого не выкладывают, они выкладывают красивую часть жизни, а мы смотрим и загоняем себя от этого. Пятое. Расставляй свои личные границы. Реши, что для тебя хорошо. И я считаю, что это нормально не делать, что желают другие, а выбирать свой путь и говорить, что ты хочешь. Ты не они, ты не масса. У тебя свои желания и дела, и надо научиться просто говорить «нет». Шестое. Не нужно окружать в себя кучей дел. Создай реалистичный туду-лист. Я вот в этом году не успела эту сделать цель, закрыть. Всё. Больше я вообще не буду ничего делать, либо я разочаруюсь в себе. Нет, не нужно это делать. Просто, возможно, цель была какая-то нереалистичная, либо очень большая, либо... Подумайте, какой подарок ты получил от своего родственника или друга пять лет назад? Сложно ведь вспомнить, да? Потому что главное внимание — никакой подарок. И не нужно бояться ошибиться подарить не тот самый идеальный подарок, потому что у тебя ещё есть 365 дней в году, чтобы подарить что-то другое, сказать. На самом деле я вот хотела тебе вот это подарить. И мне кажется, спонтанные подарки намного приятнее, чем ожидаемые на празднике. И вообще не нужно давить на себя, что-то сделать всё идеальное. Никогда ничего не будет идеально. Что-то всегда пойдёт по-другому. Не так, как мы планировали. И нужно быть к этому готовым. Предпоследний совет. Не забывай спрашивать помощь. Если тебе действительно сложно что-то сделать, и ты не успеваешь, например, украсить дом, или купить еды, или что-то ещё, какие-то другие дела, и это будет верный поступок с твоей стороны. Потому что не нужно перегружать себя и брать всё вообще на свои плечи. Нужно разделять, делегировать и уметь наслаждаться жизнью, а не взвешивать на себя всё. И последнее — это просто расслабиться, не давить на себя. Главное — насладиться, я считаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин